Мой склад. Торговля. Склад. CRM онлайн. Здравствуйте, рад вас всех приветствовать. Меня зовут Иван, сервис Мой Склад. Мы сейчас начнем наш вебинар. Но сначала небольшой технический момент. У нас вебинар состоит из двух частей. В первой части я расскажу про маркировку и ЭДО, а потом уже перейдем к электронному документу обороту и к сервису UFD.ru. Сам вебинар продлится примерно один час. Запись вебинара мы выложим на нашем канале на YouTube. И презентации пришлем обязательно на те почты, на которые вы регистрировались. Это небольшие технические моменты, которые нужно сразу проговорить. Ну что ж, все, больше никого не ждем. Поехали. Начнем с представления. Сам сервис Мой Склад существует уже более 11 лет. Это облачный бэк-офис, кассовое ПО. Это один из лидеров рынка. Мы участвуем во всех практически пилотах по маркировке. Про это чуть подробнее расскажу. И у нас очень большая сеть партнеров, которые могут вам помочь. В том числе с интеграциями, с различными сервисами. Кому подходит сервис Мой Склад? Это в первую очередь тем компаниям, которые занимаются торговлей. Розница, опт, интернет-магазины, производство. И чем хорош Мой Склад? Тем, что Мой Склад полностью поддерживает проекты по маркировке в техническом плане. И, соответственно, поддерживает 54-й федеральный закон. Это закон об онлайн-кассах. Как мы с вами выясним, онлайн-кассы и маркировка, они, в общем-то, достаточно тесно связаны. Это важный момент. Почему мы все это делаем? Почему мы все это делаем? Мы хотим помогать. Мы для себя определили, что наша такая новая функция, сервис, это не просто работающий сервис по учету. Это и так понятно. Но сейчас происходит такая массовая серия госинициатив. Это в том числе онлайн-кассы и маркировка. Это достаточно сложные технические проекты. И мы перед собой ставим задачу помогать, во-первых, всем тем, кто хочет соответствовать законодательству. А самый главный вопрос, на который вы должны будете как продавцы товаров ответить, хотите ли вы легализоваться, во-первых, соответствовать полностью законодательству, поддерживать онлайн-кассы, использовать их, ну и, соответственно, поддерживать проекты по маркировке. Ну и, если хотите, то когда это сделать? А мы уже со своей стороны расскажем, что для этого нужно, как облегчить вот этот вот переход, ну и самое главное, где смотреть новости по этим проектам. Потому что, естественно, при внедрении каких-то новых инициатив наше государство внедряет их не сразу, а постепенно, происходят какие-то уточнения. И если вы хотите полностью соответствовать законодательству, нужно следить за этими процессами. Это очень важно. У меня в презентации будет несколько полезных ссылок для того, чтобы вы смогли, во-первых, из первых рук всю эту информацию узнавать. Ну и, конечно же, мы обязательно вас будем информировать посредством рассылок и таких вот образовательных вебинаров. Что вообще такое маркировка? Маркировка – это попытка посчитать все товары, которые продаются на этапе от производства товара до продажи конечному покупателю. Это множество различных государственных информационных систем, ГИСов, и в каждой из них используются свои разные технологии. Единая система маркировки, она будет создана в 2024 году, к 2024 году. А сейчас это вот пилотные проекты. Они затрагивают не все отрасли, но достаточно обширную их часть. Кто этим всем занимается? Есть такая компания, это государственно-частное партнерство, центр развития перспективных технологий. Там целая серия проектов по маркировке, по каталогу товаров, по электронному документообороту. Ну и, как если говорить со стороны государства, это вот такой общественный контроль. То есть, это компания, которая занимается развитием всей информационной системы. Это единый оператор системы маркировки. Мы, как производители программного обеспечения, в частности, мой склад, помогаем простым предпринимателям соответствовать этому законодательству и подключаться к различным информационным системам с минимальными затратами. Есть такой сайт, национальнокаталог.рф, и все маркированные товары должны быть зарегистрированы в этом едином каталоге. Есть различные планы по интеграции с различными классификаторами. Идея общая, что каждому товару присылается уникальный код. Новые товары, которые производятся, они регистрируются производителем, импортером, там прочим. Ну и, естественно, каждый желающий может получить свободный доступ к вот этим вот базовым данным. Поэтому первая полезная ссылочка – это вот сайт национальнокаталог.рф. Там есть каталог зарегистрированных товаров. Дальше. Какие статусы проектов маркировки? Ну, в первую очередь, это табачные изделия. Проект уже стартовал с 1 марта. Он уже 6 дней как идет. Следующий этап – это обувь. Это июль 2019 года. Дальше, к концу 2019 года, это различные группы товаров. И в далеком 2020 году – это лекарственные препараты. К чему нужно готовиться к 1 декабря 2019 года? Какие группы товаров уже есть? Это шины и покрышки, духи и туалетная вода, плащи куртки, столовая и постельная белье, фотоаппараты и вспышки, ветровки и блузки. Если вашей номенклатуры нет в этом списке, то в 2019 году вы можете спокойно наблюдать за новостями. Потому что, как я уже ранее говорил, национальная маркировка коснется практически всех видов товаров. Это те товары, которые нужно уже к 1 декабря промаркировать. Что касается самой технологии. Как это работает и как это должно быть. В первую очередь, производитель, который производит этот товар, наносит цифровой код на товар. Дальше, весь этот путь товара от производителя до потребителя можно будет проследить по цифровому коду маркировки. То есть, если какая-то компания отгружает товар, а вторая компания принимает товар, они должны будут передать вот эти коды маркировки. Что касается розницы. Соответственно, при приемке товаров нужно будет просканировать эти товары и, соответственно, их внести в систему. И при продаже товаров эти товары по этому уникальному номеру будут выбывать из оборота. Если говорить про аналогии, чтобы было максимально понятно, это та же система ЕГАИС с продажей алкогольных товаров, это, опять же, табак, который уже стартовал, и система маркировки меховых изделий. Вот такая вот простая схема. Сразу вопрос. Если цифровой код на товар может носить сам импортер, если отказывается производитель, если вы закупаете товары, то, соответственно, вы в Российскую Федерацию можете ввести только маркированные товары. Таможня будет пропускать только маркированные товары. Поэтому, если производитель не наносит, тогда их наносит импортер. Потому что не маркированный товар, но из списка, а вот этих категорий, его таможня просто не пропустит. Это вот что касается нанесения кода. Если вы производитель на территории Российской Федерации, то вы сами наносите. Какие разные коды могут быть? В коде маркировки он состоит из GTIN, серийного номера и кода проверки. GTIN – это уникальное обозначение товара в международной каталоге GS1. Как это выглядит? Примерно вот так. Что касается самой технологии. Технология хорошая, обкатанная на 2D-коды. Они себя очень хорошо зарекомендовали. И в общем-то в этом коде очень много можно всего указать. Как вы видите, это серийные номера и коды проверки. Ну и соответственно, вся информация по товару. Как происходит сама маркировка? Смотрите, если вы производитель или вы сотрудничаете с производителем, то самый идеальный вариант, когда производитель наносит эти коды. Дальше есть передача документов, в том числе через электронный документ, оборот оптовикам. А дальше это происходит в розницу. Если говорить про прослеживание товара, на каждом этапе, на этапе производства, ввоза в РФ, или импорта, или оптовой поставки, или продажи, у вас должна быть возможность просканировать вот этот вот код. Что касается сканирования и внесения в систему, или выбывания из системы, естественно, нужно определенное железо. Это просто вот сканеры, 2D-сканеры кодов. Нужна касса. Ну и, соответственно, нужно какое-то программное обеспечение, которое помогает учитывать эти товары. Вот мой склад, это как раз одно из таких вот программных обеспечений, которое вам поможет на всех этапах. На всех этапах я имею в виду розничную торговлю, розничную торговлю и оптовую торговлю. То есть принятие товара, регистрация его, и, соответственно, продажа, то есть выбытие вот этого вот кода. Что нужно знать магазинам? Во-первых, для некоторых товарных групп нужно подключить электронный документ, наоборот. Про это подробнее расскажет наш второй спикер во второй части презентации. Нужен обязательно 2D-сканер. Если вы принимаете этот маркированный товар, то, соответственно, вам нужно будет его сверять, принимать этот товар, и при продаже фиксировать эти продажи по вот этим вот кодам через самих онлайн-касс. Если говорить про сложные ситуации, которые могут быть, это прежде всего пересортится и возвратится без упаковки или с нечитаемым знаком. То есть если говорить про самое ближайшее, например, про обувь. У вас магазин обуви, вам пришла партия маркированного товара, вы ее приняли, сосканировали коды, при продаже, соответственно, вы эти коды повторно сосканировали, они выбыли. Потом приходит покупатель и говорит, я хочу вернуть эту пару обуви. У вас есть два пути. Первый – это отдельный процесс ввести заново в оборот этот код. Второй – это просто заказать новый код и, соответственно, обклеить вот эту коробочку и продать ее, если вот код утерян там или не читаем этот знак. Сразу отвечу на самый популярный вопрос, что делать с остатками. То есть вот у вас сейчас есть какие-то остатки немаркированных товаров. Наступает там июль месяц и что делать вот с этими немаркированными остатками. На данный момент прямо стопроцентной информации нет. Вот сразу хочу сказать, это то, за чем нужно следить, потому что что можно сделать с этими остатками. Первый вариант – это будет какой-то переходный период. Второй вариант – переходного периода не будет, но надо будет в какие-то сроки опять же промаркировать вот эти вот самые остатки и уже их продавать маркированными. Как правильно делать и будут ли за это штрафовать или не будут, если будут, то за что и какие суммы. Вот на данный момент стопроцентной информации нет. Что такое стопроцентная информация? Мы ориентируемся на какой-нибудь закон, какое-то разъяснение компетентного ведомства или на публикацию в российской газете. Поэтому, еще раз, что касается остатков, это важный момент. Нужно следить за новостями. Мы сами за ними следим, готовимся к этому. И в любом случае, для того, чтобы промаркировать товары, новые или те, которые у вас уже есть на складе, в моем складе уже готовы решения. Самое главное – это понимать, какие сроки или что будет за нарушение вот этих вот сроков. Поэтому следите за информацией. Это вот самый главный совет по поводу остатков. Так. Что нужно для подключения к системе маркировки? Если у вас нет электронной цифровой подписи, то необходимо ее получить. Во-вторых, нужно зарегистрироваться на сайте «Честный знак». Это вторая полезная ссылочка. Ну, а дальше специализированное ПО для учета маркированного товара. Например, сервис «Мой склад». «Мой склад» участвует во всех пилотных проектах. Это и табак, и обувь, и, соответственно, маркировка остатков, про которую я уже говорил, оптовая приемка, отгрузка, ну, и сверки вот этих вот товаров. Мы во всех этих пилотах участвуем и предлагаем своевременное решение, как можно быстро и просто это делать. Поэтому, если вы хотите познакомиться с самим процессом, еще не используйте сервис «Мой склад», а если используете, то, естественно, следите за новостями. У нас будет скоро обновление системы, чуть позже про него расскажу, в котором вы сможете делать и приемки, и отгрузки, и дополнение карточек товаров, ну, и, соответственно, все это учитывать максимально корректно, в максимальном соответствии с законодательством. Как вообще происходит получение кода маркировки? А, ну, вот если говорить про работу с системой, то все это очень просто. Это кнопочки «Заказать коды», «Получить коды», «Распечатать», ну, и «Вывести товары в оборот». Вот это все, что касается маркировки, как это будет реализовано в «Мой складе». Вы все эти обновления увидите уже в ближайшее время. То есть максимально простой и понятный процесс, без сложных каких-то итераций и без сложных действий в системе. То есть мы ориентированы на максимальную простоту. Как внутри все это будет происходить, вот это уже наша забота, и вот тем самым мой склад как раз полезен тем компаниям, которые будут заниматься продажей или закупкой маркированных товаров. Как происходит продажа, соответственно маркированного товара. Ну, вот на примере табака. Сосканировали пачку, потом ввели коды маркировки и все, добавили их в чек и продали. То есть это максимально похоже на продажу товаров с серийными номерами. Потому что код маркировки он в том числе содержит в себе серийный номер. Поэтому все, что нужно будет делать вашему кассиру при наличии 2D-сканера, это просто пикать эти товары, ну и соответственно принимать деньги и отгружать товары. Это удобно. Как будет строиться работа с ЭДО? Как она сейчас строится с электронным документом ворот? При импорте, в самой приемке, в списке приемок, вы выбираете ЭДО, импорт XML-файлика, и дальше уже приемка автоматически у вас создается. Тоже максимально все просто. как строится экспорт. В самой отгрузке, это в документе уже. Вы опять же нажимаете кнопочку ЭДО, экспортировать XML. Если у вас есть эти файлики, то вы соответственно можете их экспортировать, импортировать, как их получить, откуда их брать, в том числе во второй части презентации вам расскажут. И делаем небольшой экскурс в новинки 54-го федерального закона. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, кто уже использует онлайн-кассу, у кого уже есть онлайн-касса. Плюсик в чат, у кого уже есть онлайн-касса. Спрашиваю для того, чтобы понимать, кто у нас сегодня здесь собрался, стоит ли с АЗОВ начинать, или можно на более продвинутом уровне сразу рассказывать. Да, у кого уже есть, да? Ну вот есть, но не у всех, да? Ну вот примерно у половины есть, у половины нет. Да, ну я так примерно это оценил. Значит, смотрите, что касается самих онлайн-касс. Если у вас маркированный товар, онлайн-касса вам обязательно понадобится. Если у вас не маркированный товар, то все отсрочки по неиспользованию онлайн-касс, они закончатся 1 июля 2019 года. То есть, возвращаясь к самому главному вопросу, хотите ли вы на 100% соответствовать закону, вот дата X – это 1 июля 2019 года. Неважно, маркированный у вас товар, не маркированный товар, в любом случае вам понадобится онлайн-касса. Дальше. Если говорить про новое и важное, вот последнее изменение в 54-м федеральном законе, законе онлайн-касса в 2019 году. Самое главное изменение, которое хорошее изменение, которое гласит о том, что если электронный чек отправится невозможно, можно выдать бумажный в момент передачи товаров. Особенно это касается тех, кто принимает оплату на сайте, в том числе в интернет-магазинах. Ну, вот по каким-то причинам, может быть техническим, не удалось отправить электронный чек, при доставке можно выдать бумажный чек. Второе наведение – это работа с предоплатой. Вот работа с предоплатой. Если вы планируете работу с предоплатой или уже работаете, следите за новостями, там есть определенные нововведения. Нам нужно будет печатать чеки по предоплате, в том числе по стопроцентной и частичной. С 1 июля 2019 года. Отдельно хочу отметить, что в законе прописано отличие предоплаты от аванса. Аванс – это просто поступление денег на счет. И вы еще не знаете, какие товары покупатель будет покупать за этот аванс. Предоплата – это внесение денег за конкретный товар. Это явно прописано в законе, поэтому сразу определитесь, что у вас – предоплата или аванс. Еще раз, предоплата – это за конкретные товары. Аванс – это просто пополнение баланса, пополнение счета, а товары выбираются уже потом. Как это реализовано уже в моем складе? Во-первых, с точки зрения технического обеспечения должно быть соответствие кассы формату фискальных данных 1.05. Если вы будете покупать кассу уже сейчас и регистрировать ее в налоговой, вы автоматически выберете этот параметр при регистрации FFD 1.05. Раньше был еще 1.0, сейчас уже с 1 января этот формат недоступен. Поэтому будете регистрировать, регистрируйте сразу FFD 1.05 или выше. Ниже не получится технически. Это реализовано в моем складе. Если говорить про саму предоплату, через меню заказы в кассе «Мой склад». Это уже доступно, это уже можно делать. Отдельный небольшой ликбез про онлайн-кассы, интернет-кассы, для того, чтобы мы с вами разговаривали на одном языке. Онлайн-касса – это физическая касса, которая может печатать бумажные чеки. Можно эти кассы подключать к интернет-магазинам, можно не подключать. А вот интернет-касса – это то, что не печатает бумажные чеки. Поэтому, если у вас есть курьеры, вам в любом случае нужна онлайн-касса. Если вы работаете по 100% предоплате на сайте, то можно обойтись только интернет-кассой. Это небольшой ликбез для понимания терминов. Есть онлайн-кассы, есть интернет-кассы. Отличие в печати бумажных чеков, ну и, соответственно, в способе управления. В моем складе есть возможность работать и с онлайн-кассами на компьютере, на Windows, в том числе и с любыми сканерами, с производителями фискальных регистраторов от ведущих вендоров, ATOL, SHT-M, Dreamcast, ну и подключение различных платежных терминалов. Мой склад также интегрирован с умными кассами. Умная касса – это касса, которая, соответственно, имеет в себе фискальный регистратор и устройство управления. Вы можете сказать, что это встроенный планшет. Это, если говорить про примеры, и моторы, и модуль кассы. Это полностью реализовано уже сейчас, можно этим пользоваться. На какую кассу выбираете вы? Кому-то удобнее. Умная касса, она меньше места занимает, это такое одно устройство. Кто-то почитает такой классический вариант, когда у вас есть ноутбук или какой-то терминал, и к нему подключается фискальный регистратор. Это зависит от ваших предпочтений. Ну и что дает вот эта интеграция? Она дает полностью управление в режиме онлайн всеми онлайн-кассами. Независимо у вас фискальный регистратор или умная касса, может быть, та система, которая собирает данные, анализирует их, а дальше вы решаете, что с ними делать. Есть у нас онлайн-касса на смартфоне. Вы просто скачиваете приложение для андроида, для iOS, можно подключать точно так же Атолы, стрихемы, MS-POS и платежные терминалы по беспроводному модулю. Это вот такой вот вариант работы, когда, по сути, это умная касса, только как два устройства. А, как два устройства. Опять же, зависит от ваших предпочтений. Что мой склад умеет хорошо делать? Мой склад умеет объединять разные системы. Это интернет-магазины, онлайн-кассы и интеграция с банками для загрузки и выгрузки платежек со службами доставки, с программами на лояльности. То есть мой склад – это центр обработки заказов, в том числе для маркированных товаров. Как вы их будете продавать, эти товары – это уже ваш выбор. А мой склад предоставляет все возможности по разным каналам продаж. Это могут быть интернет-каналы продаж, интернет-магазины, продающие группы, в том числе ВКонтакте, розничные продажи, могут быть пункты выдачи подключены с различными видами онлайн-касс. Умных, не очень умных, от ведущих производителей. Итак, что касается тарифов. Тарифы можно посмотреть у нас на сайте. Самая главная новость, которую надо, наверное, озвучить, если вы начинаете торговать маркированными товарами или планируете полностью легализоваться в этом плане, то весь функционал по маркировке будет доступен на всех тарифах, в том числе на бесплатном. Это важный момент. В том числе на бесплатном весь функционал по маркировке будет доступен. Чем отличаются тарифы? Количеством пользователей и небольшими отличиями в функциях. Что касается способов оплаты и работы с нами. Мы работаем как с физлицами. Можно платить карточкой по оферте. Можно заключить с нами договор, работать как юрлицу. Мы присылаем все закрывающие документы. Можно посмотреть образцы договора и оферты у нас на сайте. И если хотите использовать на 100% правильное программное обеспечение, в том числе для маркировки, уже сейчас регистрируйтесь у нас на сайте. Получайте пробный аккаунт на 14 дней. Следите за новостями по маркировке товаров. И самый главный бонус, который только может быть у любого сервиса, это круглосуточная техническая поддержка. Мы оказываем ее для всех наших клиентов, независимо от тарифа, платные, бесплатные, начинающие. Потому что мы очень хотим, чтобы вы понимали, как работает сервис. И, соответственно, были в курсе не просто новостей именно в работе сервиса, но и в том числе законодательной поддержки, потому что сам сервис помогает соответствовать законодательству, помогает делать все правильно. Поддержка по телефону бесплатному для России 8 800 250 04 32. Внутри сервиса у вас будет возможность написать в чат, круглосуточный чат. И если предпочитаете общение по e-mail, пожалуйста, пишите на supportsobache.ru. То есть три канала для всех тарифов, абсолютно бесплатно. Чаты, телефоны, почта. Как вам удобнее, так и задаете вопросы. Ну, а мы на них круглосуточно отвечаем, показываем, рассказываем. И самое главное – это пользуйтесь сервисом «Мой склад». Следите за новостями по маркировке товаров и задавайте вопросы. А я сейчас… Задавайте вопросы в чат, наши специалисты там ответят. А я сейчас передаю слово. Передаю слово. Да, пожалуйста, подключайтесь. Представитель урд.ру. Владимир, здравствуйте. Да, доброе утро, Иван. Приветствую всех на нашем вебинаре. Спасибо большое за достаточно подробный рассказ про маркировку. И сейчас мы поговорим про электронный документ оборот для того, чтобы разобрать не только теоретически, но и практические вопросы, как же быть в той ситуации, которая сейчас складывается на рынке, как правильно подключиться к маркировке, какая связь между маркировкой и электронным документом оборотом и как сделать этот процесс наиболее комфортным и избежать каких-то потенциальных ошибок и потерь. Пока я сейчас буду делать рассказ, отметьте, пожалуйста, в чате, кто уже использует ИДО, чтобы мы понимали состав аудитории и более четко отвечали на вопросы, которые у вас дальше появятся. Вот я вижу, что ИДО нет ни у кого. Давайте тогда поговорим про какие-то, наверное, там сначала базовые вещи. В принципе, что такое электронный документ оборот? По большому счету, он не отличается от обмена документами по e-mail. По факту вы берете файл, с помощью программы отправляете его получателю, а получатель открывает его в своей программе. Есть только одно отличие, что в случае с электронным документ оборотом между вами и получателем находится оператор ИДО, который фиксирует сам факт отправки этого документа, фиксирует, когда он был отправлен, кому он был отправлен и, самое главное, кем этот документ был подписан на стороне получателя и на стороне продавца. Так как в электронном документ обороте используется электронная подпись, подпись выдается на компанию и на конкретное физлицо внутри этой компании, поэтому всегда с помощью данных от оператора можно однозначно понять, кто документ отправил и кто этот документ получил. Собственно говоря, поэтому электронный документ оборот называется юридически значимым, потому что электронная подпись по факту приравнивается к правой руке человека, который этот документ подписал. Поэтому давайте сейчас пойдем по разбору ИДО, исходя из логики, что юридически значимый документ оборот это равнозначно обмену документами на бумажных носителях с пониманием того, когда этот документ оборот произошел, кто документы отправил, кто эти документы получил и когда. У меня есть переключалка слайдов. Должны быть видны слайды, если не видны, напишите, пожалуйста, об этом в чат, мы тогда поправим эту историю. ОФД.РУ входит в большой холдинг USM наряду с Mail.Ru, Megafon и многими другими компаниями. Мы занимаемся не только работой с фискальными данными, как можно было подумать из нашего названия. У нас есть достаточно большое количество продуктов и сервисов для наших клиентов. Это и непосредственно работа с фискальными данными, передача их с кассовой техники в налоговую службу. Это продукты по анализу больших данных, это продукты для автоматизации продаж, например, продукт ферма, который позволяет автоматизировать продажи в интернет-магазинах и выбивать чеки. Я видел, что в чате было сегодня об этом вопросы. Если у меня интернет-магазин, как мне выбивать чеки? Вот, например, как раз наш продукт ферма этот вопрос закрывает. То есть вы подключаете ту CMS-систему, которая управляет вашим сайтом, с помощью API или коннекторов к нашей ферме. За вами закрепляется кассовый аппарат. И в тот момент времени, когда на сайте происходит оплата, наша система получает информацию об этой продаже и выбивает чек и отправляет его покупателю. Такие решения у нас есть. Плюс интеграция с наиболее популярными CMS и платежными шлюзами. Также мы вывели на рынок нашу систему IDO поток и произвели ее интеграцию с маркировкой совместно с CRPT, о которых сегодня ранее рассказывал Иван. Как я уже сказал, что IDO поток интегрирован с маркировкой. И дальше мы подробнее поговорим о том, какие плюсы можно извлечь при подключении системы. Ключевое, что нужно понять относительно IDO и маркировки, что те товары, которые... Если мы сейчас говорим, допустим, про розничную точку, те товары, которые вы продаете в рознице, если раньше вы их могли закупать, используя бумажный документ оборот, то теперь такие товары закупать уже не получится. Потому что вся цепочка продаж от производителя к оптовику и от оптовика в розничный магазин должна сопровождаться исключительно документами, переданными в электронном виде. Мы на случай говорим про УПД, универсальный передаточный документ. Почему так? Каждый товар, каждая единица товара обладает своим уникальным кодом маркировки, который присваивается либо при производстве, если мы говорим про территорию Российской Федерации, либо присваивается при пересечении границы, если это импортный товар. Таким образом, каждая единица товара имеет свой уникальный код. И ЦРПТ, как оператор системы маркировки, отслеживает, каждая единица товара принадлежит какому юридическому лицу в каждый момент времени. Когда производитель заказывает коды, эти коды крепятся за производителем. Как только производитель производит оптовую отгрузку товара, то информация об этом должна попадать в ЦРПТ, для того, чтобы в реестре кодов маркировки напротив данного кода изменилась информация о том, какое юридическое товаро сейчас владеет. Соответственно, каким образом об этом может узнать ЦРПТ? В тот момент времени, когда формируются документы у производителя на отгрузку товара, то в этот документ, в УПД, включается перечень всех единиц товара, которые отгружаются. То есть, если, допустим, в партии 100 тысяч пачек сигарет, то в УПД будет включено 100 тысяч уникальных кодов маркировки, которые соответствуют этим 100 тысячам пачек сигарет. И этот электронный документ с помощью оператора электронного документа оборота передается от производителя товара, например, к оптовику. Соответственно, и производитель, и оптовик должны быть подключены к системе ИДО. Это может быть один оператор ИДО, это могут быть разные операторы ИДО. В данном случае неважно, потому что у нас у всех организован роуминг. Это требование российского законодательства. Операторов, которые не работают по роумингу, у нас таких нет в стране. В любом случае, все подключены либо через роуминговые центры, либо напрямую, в зависимости от того, какие архитектурные решения выбирают операторы. Таким образом, в тот момент времени, когда оптовик на своей стороне подписал электронной подписью в системе ИДО данные УПД со 100 тысячами кодов маркировки сигарет, эта информация попала в реестр ЦРПТ и сменился владелец юрлица. Следующим этапом оптовик продает эти 100 тысяч сигарет, допустим, в 50 розничных точек в разном ассортименте, в разной разбивке и, возможно, по разным ценам. С каждым из них также формируется УПД в электронном виде. То есть торговая точка должна получить документ, который содержит в себе перечень всех тех кодов маркировки, которые стоят на тех пачках сигарет, которые поступают в эту розничную точку. И информация об этом с помощью оператора электронного документа оборота отправляется в ЦРПТ. Таким образом, если торговая точка, точнее, как юрлицо, которое владеет этой торговой точкой, если это юрлицо не подключено к ИДО, то такая точка просто не сможет закупить данный маркированный товар. Понятно, что пока маркируются не все товары и сейчас мы находимся в стадии пилота, дальше полномерно будут запускаться сигареты, лекарства, легкая промышленность, техника и так далее, но на рубеже нескольких лет по факту все, что производится промышленным способом внутри страны или ввозится, будет иметь коды маркировки. Поэтому практически для всех розничных и оптовых компаний необходимо уже сейчас начать готовиться к подключению в системе. Что нужно для того, чтобы подключиться к оператору электронного документа оборота? В стране сейчас представлено несколько десятков компаний, которые оказывают такие услуги. Достаточно легко можно выбрать и сравнить по качеству, по дополнительным возможностям, которые есть, по цене, по уровню сервиса, по интеграции с товароучетными системами. Наверное, это ключевые параметры, которые я бы выделил. Почему важно смотреть на интеграцию с товароучетными системами? Дело в том, что так же, как и e-mail, то есть электронная почта, в ней не создаются документы, документы создаются в Word или Excel, условно, а электронная почта является лишь способом передачи этого файла от правителя к получателю, точно так же и система электронных документов оборота. В основном, в своей массе, в базовом функционале, является транспортом документа через оператора IDO. Поэтому, в зависимости от того, в какой системе отправитель формирует документы, мы знаем с вами разные системы, в том числе и мой склад, то надо смотреть, вот вы в системе своей сформировали документ, а как вы его дальше будете отправлять в IDO. И могут быть несколько вариантов. Вариант самый неудобный, на мой взгляд, это когда вы создали документ, дальше вы в своей системе говорите, документ нужно сохранить, сохраняете его куда-то, потом заходите в систему IDO, это может быть либо личный кабинет на сайте оператора IDO, либо отдельная программа, которая ставится, например, на компьютер оператора, и говорите, вот выбрать файл, кому его отправить, подписываете и отправляете. Этот путь, конечно, работает, но он сложный. Как можно работать проще? Когда есть интеграция товароучетной системы, например, мой склад, и оператора IDO, например, IDO-поток. И как сегодня уже показывал Иван, что можно просто выбрать, создав документ, например, на УПД, на поставку товара, достаточно нажать кнопку «Отправить по IDO», и, собственно говоря, магия случится, документ сразу из системы уйдет получателю. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание при выборе оператора IDO на то, с какими системами есть у него интеграция, и что нужно сделать для того, чтобы эта интеграция случилась. Например, вот в случае IDO-поток мы сразу заложили два разных варианта, что, во-первых, мы делаем коннекторы к разным товароучетным системам, плюс параллельно мы сделали открытый API, который можно подключить к любой системе и могут использовать любые компании, даже если у них самописная система, то можно легко подключиться. Я видел, что в чате были вопросы про роуминг, есть ли роуминг у нас, как я уже говорил, да, роуминг есть у нас, роуминг есть у других операторов. Обратите внимание на ценовую политику операторов. Здесь похожая история, как в телекоме, если помните, когда-то давно был роуминг, очень популярный такой внутри России. Например, ты покупаешь сим-карту какого-нибудь оператора, тебе говорят, что у тебя там внутри сети одни тарифы, а по роумингу у тебя другие тарифы. А если ты звонишь на сим-карту другого оператора, да еще и в роуминг, то там эти тарифы накладываются друг на друга. В общем, такая сложная история. У кого-то стоимость роуминга вынесена отдельно, ее нужно учитывать, у кого-то стоимость роуминга уже включена в стоимости до, тоже просто обратите на это внимание. Также важно понимать, с каким ключом электронной подписи и как вы будете подписывать документы. Те, кто работают, например, сейчас с системой Egois или те, у кого уже есть онлайн-кассы и кто ставил их на учет, у вас есть те или иные электронные подписи. Это может быть Джакарта, как в случае с Egois, это может быть Rootoken, например, или CryptoPro, который используется для того, чтобы поставить онлайн-кассу на учет в ФНС. Вам нужно понять, позволит ли тот оператор IDO, который вы выберете, использовать вашу существующую электронную подпись или нужно будет оформлять отдельно новую. Стоимость выпуска электронной подписи, которой занимаются в Судо-Сверяющей Центре, составляет 2-3 тысячи рублей в год за одну подпись. Эти расходы вам тоже нужно будет учесть. Важно, какой дополнительный функционал может дать ваш оператор IDO, если в данном случае мы говорим про связь с маркировкой. в базовой истории, когда просто передается универсальный передаточный документ от поставщика покупателю, то от оператора IDO больше как бы здесь ждать нечего, он выполняет свою функцию, этого достаточно. Однако можно посмотреть на дополнительный функционал, например, такой как виртуальный склад. Что это такое? Вы получили на вход УПД, в котором содержится 100 тысяч пачек сигарет. Отлично. Эти, допустим, 100 тысяч пачек сигарет попали на виртуальный склад. Дальше происходит выбытие этого товара, например, в рознице эти товары продаются. Когда касса выбивает чек, то в чеке содержатся коды маркировки тех пачек сигарет, которые были проданы в данной конкретной поставке. Если есть интеграции между ЭДО и ОФД, которые обрабатывает этот чек и передает его дальше в налоговую, то в виртуальном складе можно сразу увидеть, что, например, эта пачка сигарет покинула ваш виртуальный склад и ушла в налоговую. И в какой-то момент времени будет понятно, какие товары у вас, например, очень долго не продавались. Дальше может возникнуть вопрос, они не продаются, потому что они потерянные или они не продаются, потому что это не ликвид, который вы купили и он лежит у вас на складе и так далее. То есть в зависимости от того, какие дополнительные модули предлагает тот или иной оператор электронных документов оборота, связанных с учетом кодов маркировки и с интеграцией, например, с используемым оператором фискальных данных или с онлайн-кассой можно получить дополнительную выгоду. По поводу электронной подписи. Если у вас электронной подписи нет, то для того, чтобы ее получить, вам необходимо обратиться в удостоверяющий центр. Задача удостоверяющего центра убедиться, что тот человек, который получает электронную подпись, это действительно вы. Поэтому дистанционно электронную подпись получить невозможно. нужно прийти обязательно в удостоверяющий центр и показать оригинал паспорта, который они обязаны проверить. Это, собственно говоря, ключевая работа удостоверяющего центра. Из тех вариантов электронных подписей, которые существуют, вам нужна так называемая квалифицированная. Как происходит процесс получения квалифицированной электронной подписи, сокращенно КЭПа? Вы выбираете удостоверяющий центр, их в стране сейчас несколько сотен, заполняете заявление, прикладываете те или иные документы в зависимости от политики, которые есть в каждом удостоверяющем центре. Кому-то достаточно только паспорта и снился, кто-то просит еще устав компании, в которой вы работаете, кому-то нужно больше документов, это на выбор удостоверяющего центра. приходите, показываете оригинал своего паспорта и получаете электронный ключ. Вы можете его получить либо на флешке, так называемом защищенном носителе, это надо будет оплатить отдельно, или сможете его получить в личном кабинете удостоверяющего центра, это будет просто файл, который вы можете сохранить на компьютере и с него потом подписывать документы, если в основном подписание будет происходить на одном и том же компьютере, никаких проблем с этим нет. мы решили, что этот процесс тоже можно упростить и сделали у себя услугу получения ключа электронной подписи в личном кабинете нашей компании, заполняете в электронную виде анкету, прикладываете сканы документов, выбираете удобную в вашем городе точку выдачи, примеры простой анкеты, так как все данные можно загрузить из игры Юла, поэтому достаточно ввести просто ИНМС, остальные параметры мы вытаскиваем автоматически, отправляется заявка, вы оплачиваете и приходите в удостоверяющий центр уже получить готовую подпись, то есть большинство действий, которые можно упростить, мы здесь упростили, так как нужно регулярно раз в год совершать эту процедуру, она должна быть минимально обремененной. про связь с маркировкой я уже рассказал чуть ранее, вот пример например виртуального склада, возможностей которого я говорил в рамках нашего интерфейса, так как мы являемся оператором и электронный документ обороты и оператором фискальных данных, поэтому те компании в рознице, которые и подключили к нам свои кассы и проводят с нашей помощью электронный документ оборот, могут в режиме онлайн видеть состояние всех своих продаж либо выгружать эти данные в ту систему, в которой было бы удобно это делать. Про тарифы, как я уже говорил, что мы заранее подумали про роуминг и включили его во все тарифы, чтобы вы не думали о том, сколько же мне в результате будет стоить тот или иной документ оборот. Очень важно, что входящие документы бесплатны, то есть, например, если вы розничный магазин и электронный документ оборот у вас есть с поставщиками, то любой УПД, который приходит к вам от поставщика, это входящий документ. Поэтому, как в телекоме, все входящие бесплатны. То есть, подключив ИДО поток и только принимая документы, вы платите 0 рублей за данный сервис. Если вы в будущем планируете отправить какие-то документы, то, соответственно, вы можете, например, купить минимальный пакет на 100 документов. Один документ будет стоить 8 рублей. Для сравнения, например, если отправить один бумажный документ по Москве почты России, то средняя стоимость двух листов А4 в конверте будет стоить 50-55 рублей. Если отправить один документ бумажный с помощью курьера по Москве, то это будет стоить в районе 200 рублей. В общем, здесь выгода очевидна, как говорится. Для того, чтобы подключиться к ИДО-поток, достаточно зайти на наш сайт ОФД.ру или в разделе услуги есть ссылка на регистрацию. Либо зайти напрямую на личный кабинет lk.ido.ofd.ru и опять же вы попадете на этап регистрации. Что нужно для регистрации? Придумать, ввести свой логин, пароль, пароль придумать и на следующем шаге использовать ключ электронной подписи, потому что без ключа электронной подписи делать в электронный документ обороте вы ничего не сможете. Это является первым шагом для того, чтобы начать работу. Вот так выглядит процесс регистрации. Все, и вы попали в систему электронного документа оборота. На этом у меня все. Я вижу очень много вопросов в чате, на которые мои коллеги пытаются отвечать в режиме онлайн. Очевидно, мы на все ответить не успеваем. Обязательно все вопросы соберем и на них подробно ответим с помощью коллег из моего склада. Обязательно будет запись вебинара, который мы выложим на ютюбе и приложим к нему еще отдельную инструкцию о том, что и как можно и нужно сделать для того, чтобы вопросы связанные с едой-маркировкой решить наиболее оптимальным для вас способом. Всем желаю хорошего дня. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!